Таджикистан Правительство Таджикистана поручило Министерству энергетики и водных ресурсов и энергохолдингу Барки Точик ввести новый порядок оплаты потребления электроэнергии. Ну да, интересно, проявлено. В документе отмечается, что Минэнерго и Барки Точик должны принять меры по вводу билинговой системы и снижения энергопотерь и до конца года предоставить доклад в правительство. Речь, скорее всего, идет о чипированных электросчетчиках, которые в режиме онлайн передают показания о потребленной электроэнергии в единый билинговый центр. В случае недостатка средств потребитель автоматически отключается от обеспечения электроэнергии. Однако, по мнению специалистов в сфере энергетики Анатолий Колесниченко, требование предоплаты за потребление электроэнергии станет настоящей проблемой для части населения, которая еле-еле сводит концы с концами. Суть билинговой системы такова, что как только заканчиваются средства, подача электроэнергии прекращается, но не все потребители имеют возможность вносить предоплату, и, возможно, прекращение подачи электроэнергии приведет к недовольству населения. Поэтому считаю, что данная система не будет приветствоваться простым народам, убежден он. Напомним, что, согласно исламу, все общественные блага, включая полезные ископаемые и производящие электричество ресурсы, являются общественным достоянием и принадлежат народу, и должны предоставляться населению бесплатно. Однако тиран Рахмон превратил Таджикистан в феодальное владение своей семьи, распродает на правой и на лево территорию и ресурсы, обворовывает простой народ и продает ему в три дорога принадлежащие ему же богатства. Рахмон превратил Таджикистан